Всем доброго дня! Сегодня 24 июля 2019 года, город Пермь. Я продолжаю свои пикеты. Сейчас я нахожусь у администрации города по поводу вчерашнего видеоролика, который я выложил. Во вчерашнем видеоролике информация о компании Телетрейд и компании Форекс Оптима Групп я сказал не совсем точно. Есть два момента, в которых я немного ошибся. Первое. Обе эти компании зарегистрированы в один и тот же день. Второй момент. Обе эти компании зарегистрированы по одному и тому же адресу. Ну, третий момент, который я правильно сказал, это то, что компания зарегистрировала одно и то же юрлицо. Кстати, вот сзади меня находится телевидение. Друзья, а это адреса регистрации компании Телетрейд и Форекс Оптима Групп. Как вы видите, адрес один и тот же. Друзья, еще информация. Основной офшорный Форекс дилер Телетрейд зарегистрирован 16.08.2012 года на островах Сан-Твинсен и Гренадины. В тот же день там же зарегистрирован дополнительный офшорный Форекс дилер Форекс Оптима Групп. Для прикрытия офшорных компаний работает Телетрейд Диджей Интернешнл, зарегистрированный на Кипре 01.09.2010. Вот такая информация. Также лицензию у офшорных Форекс дилеров ни Телетрейд, ни Форекс Оптима Групп нет вообще. Буквально минуту назад ко мне подъехал молодой человек, которого компания ЦАФТ пригласила на работу. Я рассказал механизм, как происходит прием на работу в компанию, после которой люди остаются без своих денег. И молодой человек сказал, что очень сильно задумается. И скорее всего не пойдет в данную компанию. Так что плюсом один человек, можно сказать, спасенный. К сожалению, люди, которые подходят, они стесняются камер. Поэтому просят, чтобы их не показывали. Возможно, я буду записывать разговоры. Чтобы не говорили, что я просто так придумываю что-то. На сегодня заканчиваю свой пикет у администрации. За время, которое я здесь находился, это примерно час с небольшим. Ко мне подошло несколько человек. Интересовалась. Знают компанию ЦАФТ. Некоторые, кто подходил интересоваться, их даже приглашали туда как дополнительный заработок, так же на работу. Одна женщина подошла, все данные записала про них. И молодой человек, его приглашали на работу. Он, после разговора со мной, он очень задумался, стоит ли данную компанию. Сегодня вечером иду в офис на очередную встречу, которая происходит в компании ЦАФТ по средам в 18 часов 30 минут. На данной встрече они толпой обрабатывают людей для того, чтобы они, чтобы люди несли деньги, открывали счета и, соответственно, как бы зарабатывали. Задам им несколько вопросов, если меня пустят сюда. Вчера я пытался записаться, но меня не записали. Сегодня запишусь, попробую. Также запишусь под вымышленным именем по телефону. И, возможно, если охрана не знает меня в лицо, хотя она, скорее всего, знает, я пройду на эту встречу. Всем пока, до встречи в офисе компании ЦАФТ. Сегодня вечером. Как я говорил раньше, ко мне подошел человек, который является пострадавшим от деятельности компании ЦАФТ. Сейчас мы зададим ему пару вопросов. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и что вас связывает с компанией ЦАФТ? Меня зовут Гринанов Илья. С компанией ЦАФТ меня ничего не связывает. Я просто пришел сразу на работу, в результате потерял 400 тысяч рублей. За какие-то 5 дней. Вот и вся история. И сейчас уже 2-3 месяца мы бьемся, не можем вернуть деньги. А можно подробнее о том, каким образом происходит вот этот механизм от приглашения на работу до потери денег? Механизм очень простой. Люди возразливают на телефоны тем, кто ищет работу. И созывают на собеседование. Якобы есть какие-то должности руководителя дела или еще какие-то. На основе этого люди приходят, думают, что ставятся на работу. Там ждет их какой-нибудь курс дней на 5, который они должны изучить по рынку ценных бумаг, который изучается 5 лет. И на основе этого потом какие-то экзамены. Но дальше-то я не знаю, потому что я сразу это понял, что дело темное. И решил вернуть деньги, которые меня попросили положить на счет, якобы для обучения на самом сайте. В результате этих дел деньги со счета уходят. С вашего счета ушли, да? Конечно, ушли. В неизвестном направлении. В неизвестном направлении. Якобы там какая-то Форекс, рынок что-то там у них сбился, значит, котировки упали. На самом деле все очень-очень даже просто. У них система такая, что кто ложит деньги на счет непосредственно, с этого счета уже деньги обратно никогда не возвращаются. Это счета как бы для отмазки, якобы что-то там учится. На самом деле человек даже с обычной карты туда деньги положить не может, тем более снять. Потому что если вы положите деньги обратно, вы никогда их не снимете. Просто не снимете и все. А вот как вы считаете, насколько законна такая деятельность? Это ваше личное мнение. Это деятельность откровенное мошенничество. Просто государство пока не может издать соответствующий закон, чтобы такие конторы накрывали прямо с первого дня. Потому что я думаю, что здесь нужно обрабатывать законодательную базу, чтобы таких вот компаний не существовало. А какие это действия вы предприняли по возврату денег? Ну, мной было написано заявление в полицию, прокуратуру, Следственный комитет России. Эти действия уже имеют толчок, потому что занялись этим делом депутаты пермские, которые входят в состав Совета Федерации России. Вот. Ну, делают потихонечку, но идет. Спасибо. Следственный комитет какие-то дает указания прокуратуре Перми. Те отсылают данные, значит, информацию Ленинскому отделу номер 6. Но там уже темное дело, медленно-медленно что-то там идет, следствие. Но подвижных особых нет, но надеемся, что будут. Скажите, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы дело как-то ускорилось? Ускорилось. Значит, надо, чтобы каждый, кто сюда приходит и заплатил деньги, не может их вернуть, обращался с заявлением в полицию. Обязательно. Только так, массовым обращением, мы сможем сдвинуть эту машину мертвую с места. Ну и, наверное, надо объединиться, да? Объединиться, естественно. Объединиться со всеми, кто пострадал и кто еще пострадает. Это 100%. Люди каждый день идут, вот, я не знаю, по-моему, толпами. Они все попадут, рано или поздно. Я обращался до вас, до Ивана, в то же время, да? Ждите их всех здесь. Отправляйте в полицию, отдел номер 6. И будем работать дальше. Бороться. Возвращать наши деньги. С данными. Мошенниками. Мошенники, это воры, мошенники. Ну, у меня такое же мнение по организации ЦАФТ. Кстати. Также организация ЦАФТ. Звучить же их надо. Это вот Шлыков Виталий, это Буддаев, это Середа, там есть такое. Также вот Маккурушин был. Это вся шайка-лейка. Их надо накрывать. И накрывать по полной. Не просто накрывать, а садить и забирать все деньги. Те, которые они изъяли у народа. Это мое мнение. И мнение всех тех, кто пострадал. Спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, что мы сейчас вместе с вами поднимемся. Пойдемте. Туда. И зададим вопросы. Когда вернут наши деньги. Да. Пойдемте. Сколько времени. Ну, вы выслушали только что мнение о компании ЦАФТ. Одного из пострадавших. Одного из десятков, если не сотен пострадавших в городе Прими. Таких людей на самом деле очень много. За время моих пикетов с 1 апреля ко мне подходило очень много людей, которые рассказывали о том, что они пострадали от данной организации. К сожалению, люди у нас очень боязливые, инертные. И не хотят бороться за свои права. Я предлагал им как-то объединяться. Они очень долго думают. И решают некоторые, что все-таки их спокойствие им дороже, чем те деньги, которые они потеряли. Через некоторое время мы поднимемся с Ильясом на четвертый этаж в компанию ЦАФТ. И если нас пустят на семинар, который у них сегодня по средам проводится, мы зададим вопросы, на которые, надеюсь, получим ответы. Ну что, друзья, пришли мы в компанию ЦАФТ. Пойдем на семинар. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вам указано сегодня. Почему? Без объяснения. Что значит без объяснения? Вы кто? Что значит без объяснения? Вы кто? Без объяснения. Вы кто? Вам сказали, что вам указано сегодня. Вы кто? Вы кто? Я гражданин. Будьте добры. Вы кто? Вы куда идете? Я иду туда. Приглашали. У вас не приглашали. Вы что, вчетвером, что ли, будете меня удерживать? Будете беспорядок. Вот посмотрите, граждане. Смотрите. Вы кто вообще? Охранное агентство Ратибор. У вас есть... Вас не приглашали. Вы созвоните, спускай выйдут. Скажите, пожалуйста, у вас есть удостоверение? Есть. Исполните тогда закон охраны частной деятельности. В частную организацию. Какой закон? Предъявите, пожалуйста, свои... Это не честно? Это общественное произведение? Предъявите, пожалуйста, свои удостоверения. Будьте добры. А это что? Здесь закрытое мероприятие происходит. Там элемент вам отходил. Будьте добры. Предъявите своё удостоверение. Исполните свою... Съемку уберите. Я вам предъявлю. С какого... Ну, я вам себя запрещаю снимать. Вы можете снимать всю свою месту. Можете. Хорошо. Мои документы и себя явно снимать. Хорошо. Покажите, пожалуйста. Уберите, пожалуйста. Камин Hagrid. Я вот снимаю вот другого человека. Вы его можете вниз направить. Я могу направить туда, куда хочу. Мне это позволяет Конституция Российской Федерации. Вы направляете туда, хотите. Я же вам не запрещаю снимать, не направлять. Просто я прошу, на меня и не направляли, и на мои документы. Хорошо. Хорошо. Отверните, пожалуйста. Вот, отвернут. И в суд не зачитывайте. Почему? Потому что там, потому что там, посмотрите, пожалуйста. И все, у меня... Извините, пожалуйста. Откройте законодательство и... Я вам обязан показать свое удостоверение. Я вам... Спасибо, прошу, не зачитывайте. Почему? Потому что у вас ведется запись. И что? Я не хочу, чтобы мои данные были записаны. Значит, кто... Тогда я считаю, что вы не охранник. Почему? Вы не охранник. Потому что нет у вас документов. Подождите, давайте разберемся. В законе что написано? Я вам должен показать, правильно? Я вам показываю. Так. Все? Все. В законе не сказано, что вы обязаны зачитать его под запись. Я могу зачитывать и могу не зачитывать. Все очень просто. Вы зачитывайте. Удостоверение. Вот оно и я. Все? Что значит все? Я не успел даже прочитать. Вам не надо читать. Раз и два. Вы кто? Я вам показал. Я даже не удостоверился. Подождите. Подождите. Давайте прочитаем. Вы же как приверженец буквы. Хорошо. Тогда не ограничивайте, пожалуйста, моем. Почему? Потому что... На каком основании? На частной территории. Серьезно? На частной территории. Есть приглашение? Приглашение есть у вас? У вас есть... У вас есть приглашение. Вы знаете законы? У вас есть приглашение... В нашей Российской Федерации знаете, нет? У вас есть приглашение на это мероприятие? Покажите, пожалуйста. Я записался вчера на это мероприятие. Покажите, пожалуйста, приглашение. Я записался вчера на это мероприятие. Покажите приглашение. Ну, смешно. Смотрите, граждане. Четыре человека меня не пускают. Уже. В прошлый раз было два. Девушки, вы туда? У них нету приглашения тоже. Мы у них раньше посмотрели приглашения. Серьезно? Значит, четыре человека. Непонятно, кто. Мы посмотрели мое удостоверение. Значит, нацепив на себя какие-то бейджики, охранное агентство «Ратибор». О, вот. Нарушая законы Российской Федерации, вы обязаны по требованию гражданина. Если являетесь, ничего вы не показали. А только вы потребовали удостоверения охранника, я вам показал удостоверение охранника. Вы собрались его переписывать, зачитывать данные. В законе об этом ничто не сказано. Сказано только предъявить. Я предъявил? Предъявил. Что я нарушил? Какие положения закона я нарушил? Почитайте, пожалуйста. И снимать себя я вам запретил. Можете мне все, что угодно запрещать. Все, что угодно запрещать. Есть Конституция Российской Федерации, которая я руководствую. А вот смотрите. Вот человеку... Почему вы его не запрещаете снимать? Потому что я знаю, что человек в интернете выкладывает. Я не хочу публичную. Но вы увидите себя в публичной деятельности. Я вам запрещаю выкладывать в интернете. Вы можете мне все, что угодно запрещать. Пожалуйста, тогда отойдите и снимайте вон там. Я хочу вот там снимать. Вот смотрите. Значит, у данной организации есть расписание. Разрешите мне пройти? Что? Почему? Ну, потому что... Ну, почему? Потому что дальше нельзя. Почему? На основании чего? Там есть территория. Их нет. Еще раз говорю. Статья 209 Гражданского кодекса. Что? Почитайте внимательно. Домой приду, почитаю. Вот, почитайте. Вот, почитаю. Сейчас не пойдете. Что сказалось? Почему? Потому что. Сказал, потому что списки у вас нету. Списки где? Я вчера записался. Списки у вас нету. Еще раз говорю. Вчера записался. Не повышайте на меня голос. Я успокоен еще раз говорю. Покажите список. Серьезно. Не повышайте на меня голос. У меня Илья. Илья, вот сейчас... Меня зовут Иван. Вызывайте. Противаста, я знаю как. А список-то есть у вас? Еще раз говорю. Звоните организатору, если у списка, пускай придет и вас проводят. Все. А так без списка нет. Все. А так где список? Это у вас, наверное, здесь должен быть? Все. Все сказал. Где он должен быть список? Мы саня разберемся. На рубах, наверное, правильно. Ну, мы саня разберемся. Хорошо. Где у нас список? Капец. Здравствуйте. Народ-то пускай идет. Вот туда походите. А вот у этого человека тоже нету? Мы тоже у него раньше посмотрели. А, раньше посмотрели. Да. Здесь толкнули сейчас общаться с ним. Полностью вообще. Надо ли я правил организатору? Они на работе что-то... Не имеют права они не пускать. Это... Идите, жалуйтесь, пишите. Напишу и буду жаловаться. Буду жаловаться. Вы кто? На кого мне жаловаться? Меня Дима зовут. Дима. Все, это в более чем достаточно. Предъявите, пожалуйста... Что вам предъявить не буду жаловаться? Предъявите, пожалуйста, свое удостоверение. Что сказал? Вам ничего не было. Вы нарушаете персональных данных. Я? Я вам запретил... Какая статья? 152-я, наверное, да? И выкладывать. Я не буду стать... 152-я статья. Так вот внимательно почитайте. Часть вторую. Часть вторую. 152-я статья. Если вы ссылаетесь на данную статью. Вы сейчас... Там все написано. Я нарушаю закон. Конечно. Это вообще ничего не нужно. Вы можете подать на меня в суд. И я надеюсь, что... Вот я надеюсь, что мы с вами в суде встретимся. И вы на нас в суд подайте. Хорошо? Хорошо. Все? Вопрос решен. Вот смотрите, граждане, уважаемые подписчики, 4 человека. На следующую неделю, наверное, будет человек 6 или 8. Может, и 10. На следующей неделе будет 50 человек. Охранников. Конкретно только, чтобы вы не пришли. Отлично. Ну ладно. Это цирк... Ильяс, это цирк натуральный. Это натуральный цирк. Вот данные граждане... Вот данные... Нет. Данные граждане нарушают законы Российской Федерации. А вы там где-то рассказываете? Я расскажу. 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 Вы узнаете скоро. Я вам говорю, прекратите снимать нас. Я вам покажу свое удостоверение еще раз. Второй раз. Вы мне не показывали свое удостоверение. Я вам показал свое удостоверение. Два раза. В развернутом виде. Два раза? Если вы плохо и мельчат читаете, это не мои проблемы. Понимаете? Записывать данные со своего удостоверения. Так как я являюсь гражданином Российской Федерации. Я вам не дам. Это служебное? Вы мне свой паспорт показали. Это служебное удостоверение. Вы мне свой паспорт показали? Нет. Все. Извините. Мы туда на показали нянь. А вы деньги решили туда оставить, да? Заходите. Еще нет. Граждане Российской Федерации, покажите, пожалуйста, свои служебные удостоверения. Я вам показал. Вы мне не показали. Несколько раз уже. Хорошо, держи. Пожалуйста. Вам свой паспорт показать, да? Я вам покажу свой паспорт. Так же, как вы показали свое удостоверение. Смотри, Вер. Оп, оп. Давайте я сейчас буду включить камеру. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, показывай свой паспорт. Раз, раз. Все. Вот так же показано было. Не знаю, четочка нового. Вот так я. Пока видели. Не знаю, почему. Это ваши проблемы. Почему? Вы же меня просите второй раз показать. Покажи. Я не знаю, кто вы. Я не знаю, на кого я жалобу подавать буду. Он такой скользкий. Вы же вызвали. Не понимаете. Вот сейчас полиция придет и составит протоколы. Середа. Как? Аналитик середа. Середа. Знаешь, как? Я не знаю.